Друзья, всем привет! Вы на канале Белосиний. Киевская Динамо, к сожалению, проиграла игру в Бельгии 1-0. Об этом матче сегодня и расскажу. Давайте пройдемся по сценарию самой игры. Я не буду углубляться на многих моментах. Я хочу разобрать игру по кускам. Я ее посмотрел вчера в прямом эфире, сегодня еще раз с утра просмотрел, изучил цифры. Что могу сказать? Начали за здравие, а вот все ближе к перерыву, было все хуже и хуже. С первых минут начали хорошо. Не сказать, что мы прижали брюги, нет. Была игра с обоюдными атаками, с обоюдной остротой. Был момент для удара у Караваева. Караваев начал хорошо этот тайм и подключался, и открывался, нанес удар, неточный удар. Также был удар у Вербича. И казалось, что такие своего рода качели. Но потом, к минуте 20-й, просто началась какая-то катастрофа. Брюги, не сказать, что задавил своим прессингом. Да, их прессинг, это высокий прессинг, но не прессинг стал причиной того, что Динамо сильно вжалась во второй половине первого тайма и перестала создавать свои моменты. Все разладилось на этапе перехвата и перехода из обороны в атаку. Этот известный термин build-up, который означает начало самой атаки, зарождение атаки. В этом компоненте Динамо просто развалилось, просто расклеилось. Полузащитники начали отдавать неточные передачи. А если точные, то никто не мог зацепиться. То плохо отдавали на беседина, то беседин не мог цепляться. Отдельно необходимо говорить, что Вербичу было очень тяжело, потому что ему противостоял хороший правый защитник Клинтон Мата. Я еще при разборе говорил, что это очень сильный игрок. Я уже читал кучу мнений о том, что, возможно, нужно было выпустить Карлоса Депену с первых минут. Ну, может быть, и нужно было. Возможно, тогда бы он смог больше сделать навесов, потому что за те 25 минут он сделал 4 навеса. Это больше, чем у всех. Ну, плюс угловые удары. Но я хотел бы отметить, что там просто справа в защите у Брюгге не Сергей Болбат, а высококлассный правый защитник. Поэтому он полностью, надо говорить, съел Вербича. Он пару раз его жестко встретил, Вербич начал психовать, начал паниковать, и у него все перестало получаться. И у него получалось только, когда он смещался ближе к центру, и там что-то у него получалось создавать. При этом надо отмечать, что очень жаль, что не сумели забить, потому что защита веселая. Кстати, по поводу состава я практически угадал. Единственное, что я не угадал вратаря, Симон Миньоле, я не думал, что вот он только перешел, его сразу поставят в ворота. Ну, поставили, и ладно. Так, Саймон Дели, этот высокий, из Кадивара, по-моему, футболист, неважно. Этот высокий игрок, Дмитрович, они не безгрешны. Они не безгрешны, они еще не сыграны. Также Эдуард Соболь, видно, тоже не сыгран. То есть, вратарь новый, там можно было, можно было надавить, и моменты-то были. Но вот с 20-й минуты просто началась какая-то жесть. Неточные передачи, все не в попад, все не в ход. И чем ближе к перерыву, тем больше это начало накапливаться. Вплоть до того, что не просто уже пошел брак, туда какие-то плохие передачи на беседина или какие-то неудачные передачи на крайних полузащитников. А просто не могли уже выйти со своей половины. Отбирали мяч, начинали выбегать. И там же, и там же сразу закапывались. Причем теряли все. И теряли в простых ситуациях. Будь то Бурда, который пытался начать атаку первым пасом. Когда вроде, вроде вернули мяч под контроль. Чуть-чуть подержали. Бурда проходит и отдает вообще просто в никуда. И такое было не только с Бурдой. Такое было и с Гармашем. Такое было и с Буяльским. В меньшей мере с Сидорчуком. Просто, а Беседина сколько раз засовывали какие-то передачи, когда он в каких-то подкатах прыгал, лишь бы зацепить тот мяч. Но это вообще какой-то кошмар, если честно. Беседин создал сам себе момент. Один-единственный, когда можно его отмечать со знаком плюс. Но также надо отмечать со знаком минус. Потому что, выйдя один на один с вратарем, он не разобрался и ударил просто в голкипера. И когда Брюге уже начал наседать, когда уже пропала полностью контр-игра динамовцев, Брюге подошел большими силами, насел на штрафную. Скажем честно, гол назревал. Гол назревал, были затяжные атаки. Брюге играл размашисто через один фланг, через другой, переводя мяч, постоянно ища эти зоны. И, скажем так, треснуло. Караваев, конечно, глупый фол сделал. Пенальти бесспорный, абсолютно все правильно. Ванакин разобрался мастерски. И после этого еще были моменты у Брюге. Ну, после первого тайма Динамо попыталось перестроиться. В бой брошен был сразу же Виктор Цыганков и Жерсон Родригес. Цыганков, скажем прямо, разочаровал. И стало понятно, почему он с первых минут не появлялся. Ну, видно, что он еще не готов, к сожалению. К сожалению, еще не готов. Очень много брака. Очень хотелось, чтобы после того, как Караваев поплыл под конец первого тайма, вышел Цыганков, что на правом фланге у нас будет сейчас острота. Ничего этого не было. Можно отмечать только, как Цыганков хорошо принимал мяч спиной к воротам соперника. Быстро разворачивался. Это единственный плюс. Дальше все. Удары мимо. Передачи мимо. Обводок ноль. Ноль обводок у Цыганкова за тайм. Я даже такого не припомню, если честно. Жерсон Родригес каши не испортил. Вышел, много бегал, старался. Даже имел возможность забить. Но было видно, что он не понимает, в какие зоны бежать, открываться. Видно было, что с тем же Цыганковым нет какого-то взаимопонимания. Я прочитал уже целую кучу каких-то комментариев о том, что он какой-то деревянный, плохой, такой-сякой, вообще виноват в проигрыше Динамо. Я не знаю, кто эти люди, кто это пишет. Ну, неужели вы действительно думали, он выйдет хитрик, там даст сразу? Ну, это же не голливудское кино. Это футбол, человек два дня в команде. Да, там в форме, на ходу. Но видно, что он старался, он цеплялся, он зарабатывал там ауты, угловые. То, чего, кстати, не делал Беседин. Бегал достаточно много и прессинговал, и на оборону пытался помогать. Ну, я думаю, что в будущем, конечно, его сумеют правильно интегрировать в игру киевской команды. Но задачу решать надо сейчас. Было пару неплохих ударов. Был момент у Беседина. Был момент у Родригеша, когда он пробивал в угол, подставил в ногу защитник. И мяч мог залететь, но в итоге не залетел. Ну, все, больше вспомнить нечего. В конце хорошо выходили 4 в 3, когда мяч был у Депена. И Депена решил взять игру на себя, пробил выше ворот. Но это мало. Это мало за 90 минут. Отдельно хотелось бы сказать, очень жаль, что не было Шепелева. Не было того человека, который был в матче с Шахтером, который низко опускался к защитникам и помогал им как раз разыгрывать мячи. Потому что, ну, очень сложно было Бурде и Кадару. Не сказать, что их высоко прессинговали, но их держали в постоянном напряжении. И я не знаю, как вы, но я у телевизора сам весь так вот сидел, когда мяч у Бурде и у Кадара. Потому что у Кадара было пару таких эпизодов, когда ему так отдавали, что он там уже втыкивал носком. И там столько, ну, момента точно три было, где могли его просто съесть и все. Ну, здесь полузащитникам, конечно, минус. Потому что, ну, действительно тяжело. Не могли связать линию обороны с линией атаки. Чем занимались футболисты? Я уже думал о том. Гармаш начал неплохо. И создавал неплохо. Да, со своими свойственными ему ошибками. Но в конце, когда он наелся, он начал уже такого привозить. И я понимаю, что это ввиду уже, скажем так, физической усталости. Ну, почему бы не использовать в этом матче, например, Кадири? Или он не готов? Я не знаю. Почему не использовать чистого опорника для того, чтобы разгрузить, например, Гармаша, который бы больше был уже на атаку, на цели. Также не понравился Миколенко. Много ошибался. Много было какого-то брака, суеты. Вообще фланг левый у нас очень плохо работал. Правый еще куда не шло. Там как-то Эдуарда Соболя. Иногда удавалось проходить в Кинжоре с Караваевым и с Цыганковым вместе. Под конец была проблема, явно была уже в физике. Тяжело все бежали. Да и с психологией. С психологией еще в первом тайме начались проблемы. Но видно, что такое присутствовал какой-то нервяк. Нервяк, когда по таким моментам видно, когда уже кадр там втыкает, лишь бы до мяча кто-то не добрался. Когда Кинжора головой сбрасывает, там Бойко вынужден выбегать, со всех ног выбивать. Это, скажем, показывает, что команда не уверена в своих силах. И каждый игрок не уверен в партнере. То есть он не уверен давать ему передачу, не давать. А вдруг он обрежется. Вот эти вот все вещи, когда они присутствуют, это, конечно, катастрофа. В целом, если посмотреть статистику, то не так все плохо. Но по факту надо признавать, что Брюген в этот вечер был сильнее. И действительно заслуживал на минимальную победу. Но более логично было бы 2-1. Я думаю, с таким счетом больше шансов. И у нас бы было, и это бы более четко отображало то, что происходило на футбольном поле. На данный момент я считаю, что шансы 75 на 25 в пользу Брюге. Потому что я не верю, что Динамо сумеет сохранить свои ворота в целости и сохранности в неприкосновенности. Глядя на то, как в атаке играет Брюге, я думаю, будет очень сложно это сделать. Но надо забивать. Надо забивать там защита, еще раз повторюсь, небезгрешная. Очень важно забить в Киеве быстрый гол. Ну, или хотя бы гол в первом тайме. Для того, чтобы можно было уже как-то стратегию на матч перестраивать, исходя из того, что уже счет равный. Самое прискорбное в этой ситуации, что на носу матч с Шахтером в выходные. И потом опять Брюге во вторник. И это, конечно, не внушает какого-то оптимизма и уверенности в то, что будет добыть результат и в матче с Шахтером, и в матче с Брюге. Я, конечно, могу только сидя здесь, себя дома, рассуждать на тему, как лучше сделать. Но я думаю, если в Лигу чемпионов Динамо хочет все-таки попасть в этом сезоне, им необходимо отдавать матч Шахтера. Ну, как отдавать? Я имею в виду, надо основных игроков беречь. Надо выпускать Цитейшвили, Попова, Шабанова, Бущина, Депену. Пусть с первых минут играет, пусть там соль набирает кондиции. Три очка на старте сезона – это не такая уж катастрофа, если отдать Шахтеру. Шахтерам в сезоне четыре раза предстоит играть, да и еще целая куча матчей. Поэтому это не проблема. А вот Лига чемпионов, если уже уйдет, то уйдет. Я просто посмотрел, насколько они уже были уставшие под конец матча, эти все перелеты, эти все матчи, которые были накануне. Понятное дело, что это не добавляет свежести их ногам. Поэтому, ой, не знаю, не знаю, если предположить, что на Шахтер выйдет тот же состав, что вышел вчера, а потом эти же игроки будут играть с Брюгге, я думаю, что хорошего результата не стоит ждать ни там, ни там. В любом случае, счет не такой, который, скажем так, не оставляет никаких шансов. Есть шансы и не такие камбэки команды делали. Поэтому надежда остается, шансы остаются. На матч Динамо-Брюгге я уже купил билеты, так что оттуда я не буду делать разбор, буду делать влог со стадиона. На этом на сегодня все. Спасибо вам большое за просмотр, лайки, комментарии. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте, что белосиний самый сильный. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!